Ну что же, я подумал не тратить слишком много времени на разговоры о балансировке, посмотрел все эти алгоритмы. Они очень, как сказать, такие кропотливые, нужно разбирать конкретные случаи. Я кратко расскажу о сути балансировок. И кратко поясню, что такое АВЛ-дерево. Красно-черное дерево можно помножить без надобности. Не будем вообще трогать. И сегодня основной материал мы возьмем, собственно, вход в поиск по строке в строке. Итак, давайте начнем с АВЛ-дерева. Итак, АВЛ-дерево и балансировка. Что такое несбалансированное дерево? Можно себе представить его следующим образом, что у меня у какой-то вершины левое поддерево имеет одну высоту. Например, высота левого поддерева равна HL2. Высота правого поддерева равна, в данном случае, расстояние в самом поддереве, если мы не считаем вот это, его HL равно нулю. Сама вершина расстоит. Так, просьба. Камеру надо разворачивать так, чтобы не было. Это несложно. Итак, значит, что в этой ситуации можно сделать? Ну, очевидно, можно осуществить так называемый правый поворот. Правый поворот. То есть, короче говоря, с соблюдением упорядоченности. А упорядоченность дерева поиска может быть представлена следующим образом. Вот я сейчас вершинки расставлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, понятно, да, здесь точно соблюдается, что в левом поддереве ключ меньше, чем в правом. И, собственно, как бы, если я спроекцирую это дело на ось, вот такую вот, которая идет слева направо, то все ключи окажутся упорядоченными. Соответственно, любая балансировка не должна менять местами эти вершины. Можно даже себе представить так, что они как бы, как на штырьках, не на ниточках, а на штырьках, вот так вот нанизаны. Да, вот тут между ними резиночки. Вот эти резиночки, да, вот эти вот, левая, правая, они могут быть длинными, если что. Их можно, если что, растянуть. Можно там по-другому завязать, но со штырьков они не уходят. Поскольку при балансировке не появляются, не исчезают элементы, да, не исчезают пары ключ-значения, соответственно, ну, они все так остаются, то есть просто переставляют. Понятно? Итак, давайте осуществим так называемый правый поворот вот этой вершины, да, и у нее есть вот это вот большое левое поддерево. Что мы сделаем? Мы ее опустим, унизим, а ее левого товарища возвысит. Соответственно, их иерархия поменяется следующим образом. Четвертый торчит вверху, да, пятый его подчиненный, да, шестой его подчиненный, а эти фактически уехали вверх. И суммарная длина дерева у меня, что сделала? Один, два, три, да, она у меня уменьшилась. Да, и самое главное, что у меня теперь левое и правое поддеревья у вершины сбалансированы, ну, и у этой тоже, да, куча. Да, балансировки у меня поменялись. Соответственно, эта мера дисбаланса, мера дисбаланса, может быть записана в каждой вершине. Давайте эту меру дисбаланса, да, записывать в каждой вершинке хранимого звена, да, как некоторую буковку D, например. Да, и вот эта вот буковка D, да, дисбаланс, дисбаланс. У нас будет принимать какие значения? Плюс один, если правое поддерево имеет на один больше высоту, чем левое, да, минус один, да, если у нас поддерево имеет высоту, прошу прощения, дисбаланс в левую сторону. D равно нулю, D равно нулю, если у нас балансировка одинаковая. Для АВЛ-дерево возникает такая ситуация, что хотя высота поддерева по-хорошему, да, поддерево это что? Ну вот, вот поддерево, да, вот возьмем сейчас четверочку, как курить, да, и вот про него разговариваем. Его левое поддерево, вот оно, его высота по идее в данный момент равна чему? Один, правда? Правое поддерево, да, у него высота равна hr, равна тоже один. Но возникает такой вопрос. А я только что показывал, что высота поддерево равна нулю, значит одна вершина. А когда поддерево нет, вот давайте на пятерку посмотрим. У нее как с балансировкой? Вот, ну, она единственная здесь, видно, что у нее нет баланса, да, у остальных ровненько. У этой D равно нулю, дисбаланса нет, левое поддерево высота один, правое поддерево высота один. У этого 0,0. А у этого возникают проблемы терминологии. Сложно сказать, потому что левое поддерево, его нету просто. Ну, как можно говорить о том, о его высоте. Его нету. Поэтому для ВЛ-деревьев, когда говорят о высоте поддерево, то в эту самую высоту включают как бы вот это ребёнок. Понятно? То есть, если уж мерить вот эту высоту, да, то здесь надо сказать как, что левое поддерево имеет высоту 0, то есть его нет. Чуть-чуть нарушает вот эта логика высота дерева, да, вот, для ВЛ-деревьев. Понятно? Но это не очень сейчас суть важна, потому что всё равно хранятся всего лишь дисбалансы. Больше ничего не надо. Да, то есть хранятся не высоты левого, правого, а именно дисбалансы. Ну, понятное дело, что у этих 0, 0, у этой 0, у этой 0, да, ну, в терминологии ВЛ-два-два высота, да. Вот, у этой, у этой 0, 0, а у этой, соответственно, что у нас плюс 1. Ну, правда, здесь уже ничего не сделаешь, здесь никаким поворотом не избавиться. Да, оно не может быть идеально сбалансированным дерево только в том случае, когда там нужное, заранее известное количество вершин, ровненько, да. То есть тут только добавлением вершины можно балансировать руку. Соответственно, мы будем называть дерево сбалансированным в каком случае? Дерево сбалансировано. Дерево поиска сбалансировано. Если у каждой его вершины, у каждой его вершины, высота левого и правого под деревьев, левого и правого под деревьев, отличаются не больше, чем на 1. Отличаются не более, чем на 1. Все. И дальше, собственно, вопрос, что мы будем делать? Как только мы наблюдаем дисбаланс в 2 или минус 2, это уже требует балансировки. Соответственно, такая ситуация вполне может возникнуть, если мы добавляем, например, ну, давайте добавим сюда 7. Мы добавляем его, спуск сюда, спуск сюда, хоп, и дальше производим балансировки. Балансировки будут производиться, собственно, по траектории добавления. То есть, как мы вот рекурсивно туда уходили, по этой траектории мы будем проверять балансировки. Мы, добавляя вершину, мы уже меняли балансировки. Уже можно их... Сейчас, секундочку. Меняли. Если мы добавляем, проверяем, то не факт, что у нас увеличилась высота. Нет, это все равно пойдет, видимо, обратной траекторией. Могла не увеличить, на самом деле, высоту. То есть, там уже могла быть вершинка, и там по пути сюда еще нельзя. Балансы. Но здесь, что если у меня она встала здесь, и у меня изменился баланс вправо, то, что у меня получается, то, что высота этого поддерева, если она ушла не в ноль, а на дисбаланс пошла, это значит, что у меня это поддерево выросло. Значит, вся эта линия сейчас у меня... у нее дисбаланс вырастает. Ну, это остановится в тот момент, когда вдруг где-то был наклон влево, а если вдруг в какой-то вершине был наклон влево, то тогда на ней просто выровняется в единичку. То есть, если на какой-то грозди вот здесь висело две, я сейчас их неважные числа не прописываю, то у этой вершины был дисбаланс, как бы влево стрелочка торчала. У этой ровненько. Давайте вот эту стрелочку себе представим на каждой вершинке, которая отслеживает положение баланса. И в ОВЛ-дереве, я договорился, оно будет у нас сбалансировано. То есть, там у нас будет плюс-минус 1 и 0. То есть, наклончик влево, наклончик вправо, 0. Ясно? Вот, соответственно, у меня сейчас вот, вот тут вот, наклончик влево, наклончик влево, да, у этой ровненько смотрим, у этой ровненько. И вот я добавляю семерочку. Что у меня? Ну, по правилам двоичного рельефа пока что. Раз, 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 вот семерочка сюда должна уйти. Ну, семерочка-то все в порядке. А дальше рекурсивно поднимаем, ну, по обратному коду рекурсии поднимаемся наверх. Я. Все-таки прибегну. Вот, надо вот так вот насиловать ее, чтобы она не, это, вот, горизонталь. Что-то должно быть горизонтально. София Федорович, А там четвертая вершина, раз, сбалансирована? Четвертая? Нет, да, 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 четвертая сейчас нет, спасибо большое. Она не сбалансирована. Действительно. Так, значит, ну она как не сбалансирована? Это допустимый дисбаланс. Это допустимый дисбаланс. То есть проблема, именно тогда, когда она, что называется, вот, мы можем себе опять же представить себе, что она поворачивается вот туда. Так вот, смотрите, я добавляю, если я добавлю семерку в этой ситуации, то что? Теперь у меня нужно пересмотреть, что у меня произойдет вот здесь. Ну, во-первых, у вот этой вершины, да, у нее был баланс в ноль, да, вот так вот. И туда добавилась вершина, да, правая под дерево. Значит, она развернулась вот сюда. Если у нее не в ноль вернулась, а она накосилась, то для этой вершины тоже возвращается, давай-ка, это, поворачивайся. Если она вернулась в ноль, то на этом дальнейшее там, у нас это дерево и так уже имело нужную высоту, мы все лишь выровняли одну из двух деревьев. Так что там уже дисбалансов новых не появится. Как висело, так висит. Как стрелочка торчала, так торчет. Вот. А давайте теперь добавим еще. Еще добавим. Добавим туда еще и 8. Так, сейчас все, да? А, на этом остановилось, да. Добавляем 8, тра-та-та-та-та-та-та, добежали, добавили 8. У 8-то все в порядке, и теперь начинается обратный ход рекурсии механизма функции добавления звена. Итак, у этой был баланс в нуле, у нее правое под дерево, добавилась вершина. Хоп, стрелочка наклонилась сюда. Значит, у меня, у этой вершины происходит выход из баланса. И у меня что возникает? Это надо исправлять. А это уже требует исправления. Как? При помощи левого поворота. левого поворота. Сейчас я нанежу опять их всех на штырьки. Кого я поднимаю? Я седьмую поднимаю вверх, шестую опускаю вниз. Так? Что у меня происходит? Седьмая становится правым ребенком того, кто был родителем. Шестой. Да? Шестая поднялась вот сюда. С восьмой у нее балансировки. Все балансировки, которые там в поддереве в правом, они остаются как есть. То есть их я не трогаю. Восьмой торчит наверх. У седьмой в итоге, что у нее был закос вправо очень... Сейчас, в прошлом случае. У седьмой не было. У седьмой был чуть-чуть закос вправо. У нее он выровнялся в ноль. Да? У этой он повернулся в шестой штонус был. У нее был вот двойной, да? Такой. А выровнялся в ноль. В итоге мы, смотрите, с чего добились. Да? Красота. И дальше, дальше, раз у нас осуществился правый поворот, да, мы можем проверить, а что вот тут. Как у нас с высотой там произошло. Но на этом в принципе, в принципе, дальнейшие развороты заканчиваются. Трудно себе представить, что после левого поворота у нас возникла такая ситуация. Правда, бывают еще... Я сейчас показал левый поворот, правый поворот, пока не осложненные. под деревьями сейчас сделаем усложненные. Но бывает еще такая штука, как сложный правый поворот и сложный левый. Или его еще называют лево-правый и право-левый. Он состоит из комбинации двух. В некоторых ситуациях приходится применять. его я даже показывать не буду. Давайте осуществим какой-нибудь из поворотов, но так, чтобы уже было у нас дело отягощено под деревья. Как я это сделаю? Я сотру вот это вот под дерево, перепишу новые балансировки. У этого что? У этого правое под дерево высоты 2, терминология в л-дерево, а левая 0. У этого тоже, но как сказать, как я это сделаю проще еще дома? Мне надо, чтобы у пятого было под дерево еще. Ну давайте я сейчас делаю так. Это у меня будет 2, 1, 3. Вот так сложилось почему-то. Так почему-то сложилось. Так, секундочку. 2, 1, 5, 4, 4, это у нас получилось, да, и 3. Сейчас мне не хватает еще. Я давайте перерисую еще раз, потому что мне нужно будет сейчас передвигать их так, чтобы возникло. Я сейчас нарисую так. у меня будет 4. Оно будет такое красивое, все вроде балансировано. 2, 1, вот. Здесь будет кто-нибудь, типа, 7, 6, 6, 5, 5, 5, 8, 1, 2, 3, 2, сюда, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, пропускаем, 6, 7, 8, и вот у меня допустим, вот здесь вот добавилось 9 и 10. Вот у меня возникло что? А, да, сейчас, секундочку. Так, чтобы при этом не возникло здесь безбалансирование. В самом деле. Ну, вот как-то так. Опять у меня здесь в принципе сбалансированное дерево. Да? Баланс налево чуть-чуть, да? У этого ровного, не ровного, а закос вправо даже. Да? Потому что здесь выше. Да? У этого закос вправо немножко. Да? Так, у вас секундочку снова не сбалансировано? Вот! Вот ради нее я бьюсь. А, ну, окей. Вот ради нее я и бьюсь. А бьюсь я для чего? Ради того, чтобы у меня сейчас и у левого, и у правого под деревья у этих двух как бы представьте себе начальник, а у него в подчинении два начальника подначальника. Подначальник, да? И вот возникло так, что у этого высота его отдела слишком, так сказать, низенькая. У этого высокая игра. Да? Требуется выровнять. И вот тут как раз требуется что осуществить? Ну, у нас вот, собственно, на закос. Осуществлять надо понятно что? Левый поворот. Да? Значит, кто у нас должен по идее поучаствовать? Ну, вот по идее вот этим должны товарищи поучаствовать. Правда? Вот. Но каким образом? Дело в том, что у меня есть здесь несколько поддеревий. Но все-таки поскольку эти вершины все затмевают взгляд, я, пожалуй, зря возился с этими ключами. Я их сейчас сам нарисую просто поддеревий. Понятно? Вот мне у этой вершины надо выровнять. Так, что осуществляю? Так, а зачем я его там? А это можно не конкретизировать на самом деле, просто там все некое поддерево. В этом случае я могу сделать так. я поднимаю этого товарища вверх. Извините, смотри, где дисбаланс? За счет высот этих поддеревьев. А, я их скрыл. Я их вот, а тут целая иерархия, и тут целая иерархия. Может, очень большая, которая мне лень рисовать. Просто иначе будет визуально тяжело воспринимать. Понимаете? Когда вот, просто представьте, что тут целый вот институциональный организм. Да? Подчиненные, подчиненные. Что делать? Этого товарища мы поднимем, этого товарища мы унизим и осуществим что? Вот давайте попробуем это делать. Седьмого поднимаем вверх. До четвертого опускаем вниз. Соответственно, четвертый теперь подчиняется седьмому, а дальше возникает вот что. Вот этот вот отдел подчиненных остается принадлежащим седьмому. Все его, все ключи вот здесь, да, давайте я назову К1, К2 и К3. Да, это множество ключей, которые у меня там под деревом. Так вот, мне известно, что для любого К, принадлежащего К3, да, у меня это что? К1, но больше, в данном случае семи, да, я уж выбрал семи, буду писать, но не семи, в смысле того, под дерево, вершина под дерево, которая справа. Понятно? Поэтому оно не может никуда влево уехать, да, должно соблюдаться. Дальше. К1, его ключи меньше четырех, ему тоже деваться некуда, да, оно там вот осталось висеть. А вот этот вот отдел, он теперь не может быть левым под деревом седьмого, потому что теперь левое под дерево седьмого начинается с четверки и уходит туда. Так, то есть у него теперь сменился подчиненный левый. Значит, а как раз у меня у четвертого освободил справа. Он там командовал седьмого, а теперь, пожалуйста. Соответственно, у нас вот это под дерево, оно перешло от одной вершины к другой. Но за счет этого у нас произойдет выравнение. Правда, есть возможная ситуация, что у меня вот это вот под дерево там, оно тоже там высокое и получается, что возможно необходима комбинация, как я говорил, лево-правого поворота. То есть вот был сейчас у нас какой поворот? Левый, да? А могло оказаться так, что после него надо еще правый совершить. Не будем эту ситуацию трогать. все эти случаи, когда пишется конкретное вл-дерево, пишется его как структура данных, там все это дело предусматривается. Что делается при удалении элемента, что при добавлении, в каком порядке эти вот все балансировки нужно делать. я само понятие сами понятия ввел, а предоставлять код, хотя я нашел код на питоне обл-дерево, я не с вас этого спрашивать не буду. В смысле спрашивать само понятие о балансировке и как это будет выглядеть на бумажечке, это у нас будет в зачет. Но писать код обл-дерево мы не будем. Понятно? С красно-черным деревом. Идея другая. я опять же озвучу только саму идею. Здесь мы следим за балансировками и вот хранится в каком узле вот этот дисбаланс плюс-минус один или ноль. В красном-черном дереве ситуация другая. В нем каждый узел может быть либо красным, либо черным. Причем красные узлы не могут быть друг другу наследниками. То есть не может быть такого, что подряд один красный является дочерним в отношении другого красного. Понятно? А черные могут. Вот. И есть еще одно свойство. Высота этого дерева в черных должна быть по любой траектории движения от корня к листу высота его в черных узлах одинаковая. При этом добавляются еще вот эти вот так в ноль узлы, которые вот ноль под деревьем. И эти узлы, которые ничего реального не хранят, они считаются черными. Ну и соответственно, но сейчас правда у меня не красный-красный возникло, это требует определенного перекрашивания. И когда происходит необходимость перекрашивания, из-за одного возникает и балансировка. Красное-черное дерево популярно на Западе. У нас популярнее было дерево, хотя сложно сказать. Но они одинаковы по асимптотике. Добавление узла с балансировкой происходит за логарифм n, удаление с балансировкой за логарифм n количество вершин, ну и поиск за логарифм в основном 2 от n от количества вершин. В общем, он достаточно эффективен и еще раз я скажу про двоичные деревья поиска напоследок. Они хуже хэш-таблицы по асимптотике скорости поиска элементов. То есть сет в питоне и дикт в питоне реализованы на хэш-таблице. На хэш-таблице. В языке си плюс плюс сет множество и там это называется map ассоциативный массив так ну как некий аналог они реализованы на красно-черном дереве. Считайте, что почти л-дерево по-другому достигается полноцировка. И асимптотика в случае хэш-таблицы это единица от единицы то есть константное количество действий независимо от количества хранимых данных. Ну правда есть риск того, что возникнет перехэширование и оно займет некоторое время у АТН. Но он в среднем не влияет на асимптотику. Значит а в в чем же разница? Почему в принципе имеет смысл пользоваться этой структурой данных для хранения данных пар плюс значения какой смысл? Как вы считаете? Коллизии не возникают. коллизии не возникает но какая разница и открытая и закрытая хэш-таблица можно можно выводить упорядоченным образом абсолютно верно есть одно важное свойство здесь данные хранятся упорядоченным виде то есть для того чтобы вам выплюнуть все эти данные подряд отсортированными по ключу вам требуется запустить примитивные поиски я его показывал еще по-моему позапрошлый раз в прошлый раз мы тоже его записали так что вы уже знаете в случае хэш-таблицы данные хранятся неупорядоченные в современном стандарте кстати решено там есть и хэш-таблицы тоже встроены так ладно на этом мы с деревьями заканчиваем я вам сообщаю о том что сейчас запущен финальный комптест под графом это особенно для по-моему третьей группы 143 которая его не начала делать на семинаре особенно актуально вот там задача конечно море но вы призываетесь максимально быстро это сделать я в какой-то момент дам отсечку чтобы больше не сдавалось и заранее предупреждать не буду только из-за этой группы я его оставил на сегодня так что то есть он завтра закроется то есть он же завтра закроется я подумаю я посмотрю на динамику и посмотрю на если не возникнут ли там копипасты как только возникнут копипасты я тут же прекращу сдачи на совсем в ваших интересах решать самостоятельно потому что все естественно все сдаваемые тексты я вижу могу посмотреть сравнить дифом и так далее система защиты существует если есть вопросы кстати можно отправлять вопросы въезжать же подусмотрена система если что-то непонятно может быть непонятно задач много так что спрашивайте так ну что же поехали давайте с вами займемся поиском подстроки в строке мы про это в принципе разговариваем ну про это разговариваем давайте еще раз про это поговорим итак давайте я напишу какую-нибудь строчку ну достаточно можете сами любую написать обязательно строго то что я пишу в данный момент и я хочу найти в этой строке некоторую подстроку ну например специально использую буквы похожие да чтобы на взгляд было сложно сказать сразу сейчас одну минуточку сделаем перерыв что мы будем делать так мы будем это делать мы берем ну самый наивный поиск под строки в строке что мы делаем проверяем сравнивать строки друг с другом одинаковой длины мы можем безусловно как ну при помощи прямого сравнения ну вот она вот видно одна прям под другой да давайте а и в отличается все значит отличается а если вдруг совпадает ну давайте сейчас возьмем вот что я должен сделать в этом случае совпадает не совпадает то есть я короче говоря продолжаю двигаться по подстроке да по строке поиска и по срезу строки как бы да и смотрю равен не равен как только не равен я могу все это дело сразу прикрыть эту лавочку да понятно вот ну и вопрос такой какая асимптотика такого поиска подстроки в строке давайте на этом прервемся на 5 минут после перерыва у меня пересдача в конце августа ну так поиск подстроки в строке давайте попробуем его прописать при этом я сейчас не буду использовать никаких стандартных функций потом мы его усовершаем итак что мы делаем у нас есть строка давайте оформлю файл саб стрим у нас есть строка у нас есть подстрока я ее назову саб которую я и собственно ищу ну и мне требуется что вернуть давайте сейчас сделаем так же как у нас с классической функцией find в строке возвращать будем либо индекс подстроки в строке либо минус 1 минус 1 если не найдено нет или собственно позицию или индекс вхождения итак что делаем делаем внешний цикл форм который будет бежать по возможным положением этой подстроки какое ее крайнее положение ну очевидно вот это то есть в самый правый край при этом у меня сравнение с подстрокой будет не н штук давайте ну или лен с штук да то есть у меня общая длина лен с а это лен с но за вычетом собственно этой подстроки да то есть длины этой подстроки то есть если у меня например сейчас одну секундочку 5 в строке до положения 1 2 3 4 минус длина подстроки плюс 1 лен с минус лен с плюс 1 for соответственно давайте назовем это поз for поз in range в диапазоне ну очевидно от нуля до куда до лен от с с минус лен от с с плюс 1 и прошу прощения поскольку у нас этот индекс должен быть достигнут лен с минус лен с плюс 1 то получается у нас плюс 2 плюс 2 получается правильно сейчас еще проверю 0 1 2 3 4 а у меня начинается с нулевого а у меня крайняя позиция равна 3 5 минус 2 равно 3 нет не требуется поскольку с нулевой начинаем то все нормально плюс 1 остается так ну и собственно сравнение я делаю вложенный цикл for переменную называем i for i in range в каком диапазоне у нас for i in range лен саб осуществляем что проверку for i in range лен саб если у меня если у меня так еще один один момент мне требуется здесь ввести на будущее на будущее я сейчас сотру это дело потому что мне для следующего алгоритма мне нужно будет вот это сличение посимбольное оно мне понадобится поэтому я это дело все-таки вынесу в отдельную подфункцию в отдельную подфункцию в которую я прям передам подстрочку как есть целиком а строчку начиная всю чтобы не копировать не создавать новых объектов я просто ссылку на нее передам и индекс откуда начинать это будет как бы чек назовем эту функцию при этом я гарантирую что у меня в строке хватит символов то есть чек функция чек будет достаточно примитивной значит если у меня чек команд давайте напишем сабл запятая с запятая и подстрока строка и я думаю что так наверное правильно подстрока строка и так вот чек сейчас мы реализуем она будет заниматься по символям циклика проверять и если вдруг у меня совпало то есть она вернула true в этом случае я что return пока рано возвращаю позицию абсолютно верно поз спасибо поз return поз значит нашли если же чек не сработал то мы продолжаем поз продолжает бежать искать и в конце концов если я не добежал то return минус 1 так осталось только функцию чек написать и у нас будет полное счастье давайте я ее допишу давайте я ее допишу уже здесь как раз она мне пригодится для более подметного поиска итак dev чек я хочу что передать подстрочку которую я ищу строчку и индекс поз позицию начиная с которой в этой строке я буду сравнивать на соответствие подстроке что я делаю я осуществляю цикл i in range length sub что мы осуществляем в диапазоне длины подстроки если у нас подстрока позиции i не равна строке позиции поз плюс i в этом случае что мы делаем мы сразу констатируем факт того что они разные соответственно return flows если же мы достигли сравнения до конца и оказалось что ни разу у нас ни один символ не разошелся за все время длины подстроки sub в этом случае return true ну на этом мы написали подфункцию для осуществления поиска подстроки в строке дальше возникает вопрос какова асимптотика этого алгоритма n квадрат n квадрат неправильно не n квадрат у нас длина строки и длина подстроки n на n n на n да это получается n умноженное на m ну n минус m умноженное на m как бы непринципиально да n умноженное на m ну короче говоря у нас каждый нас каждый раз мы перепроверяем возвращаемся заново можно ли это дело как-то ускорить если у мыслителя который читает эту строку слева направо подстрока ему уже заранее как бы в голове она у него есть будем как бы считать что ну вот неким он магическим образом ее проанализировал а дальше он смотрит и опять же вбирает в себя всю информацию о уже прочитанной да а б в о и вдруг в какой-то момент он вдруг оба есть такое да то есть он же все это знает то есть можно было бы не возвращаться обратно к строке если бы если бы у нас была возможность каким-то образом вот догадываться ну или давайте так хотя бы догадываться очень вероятно то есть вот что вероятность того что там совпало у нас была крайне высота магия правда то есть вот ощущение что ну никуда не деться придется просматривать еще раз на самом деле поскольку задача поиска подстроке такая фундаментальная часто очень встречается то существует такая множество разных алгоритмов я сейчас расскажу один который называется алгоритм равенахар заключается он в следующем дело в том что для строк существуют очень удобные и забавные хэш функции существуют забавные хорошие хэш функции что такое хэш функция это функция которая принимает любой объект и возвращает число любой там бинар раз и возвращает какое-то число для битоновских объектов у нас есть встроенная функция хэш и она в принципе неплоха хотя она здесь не обязательна если бы мы могли при движении по строке представьте себе что у меня есть вот эта вот подстрока сам слева сам с равно в кавычках вот и если бы я заранее посчитал хэш от подстроки а это несложно сделать сколько операций требуется количество символов в строке наверное требуется но а дальше представьте себе что мне известен хэш подстроки с которыми я сравниваю раз хэш два хэш три хэш допустим что опять же все эти хэши мне были бы уже известны да то тогда что у меня это как поиск числа в последовательности чисел я сравниваю хэш число с последовательностью чисел хэшей да это очень просто совпали хэши кстати это тоже интересный вариант а если у меня возникла такая ситуация что хэш подстроки оказался равным хэшу строки да ну давайте я прям так и сделаю да с ну я для объяснений сейчас никакой сим-тотики не пишем да начиная с позиции коз да о коз плюс лен от саб тут я суть пишу да и еще одна круглая струк ну понятно да просто срез строки который вот в длину под строки и начинающийся с позиции коз если так значит ли это значит ли это что собственно подстрока равна строке срезу строки начиная с позиции коз да и по длину подстроки нет нет совпадение хэш сумм еще на самом деле не означает совпадение самих образцов если хэши совпали у двух файлов у двух пакетов это еще не гарантирует но вероятность этой коллизии маленькая она не очень высокая вероятность коллизии правда ясно поэтому я конечно после того как хэши совпали мне придется что сделать полноценную проверку на всякий случай да условно по байку по символю проверку под строки со строком но я могу заранее говорить а долой до свидания хэши не совпали хэши не совпали все пропускаем и я мог бы мгновенно говорить а нет 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 сразу быстро без лишних вот этих вот проверок садка ясно вопрос как ведь хэш под строки посчитать можно а как посчитать хэши вот этих вот всех кусочков строки ответ на это очень интересный простой и неожиданный дело в том что мы не будем пользоваться стандартной хэши я зря может стерк но у вас то уже есть цитратка но мы будем пользоваться некоторой май хэш май хэш май хэш в чем будет суть этой функции она будет предсказуем предсказуем хэш а именно представьте себе вот такую ситуацию у вас была какая-то строка строк например вот моя хэш функция будет равна сумме кодов этих символов просто тупо сумма кодов символов ну то есть там я сейчас если русский мол по виду да хэш давайте чтобы не вычислять так я попроще сделаю а б г а номера букв 1 2 4 1 да значит теперь если у меня возникает да и моя хэш функция как я сказал это сумма вот их а что у меня получается у меня получается 8 то есть хэш функция для данной строки 8 я говорю я хочу у этой строки добавить добавить один символ справа один слева убрать я перехожу к чему у меня символ слева исчезает то есть я его вот так зачеркнул да остается что б г а и к этому делу прибавляется еще один символ ну какой не суть важна допустим буква g что у меня получается у меня в этой сумме которая была 4 плюс 1 да у меня вот вот это равнялось 8 а у меня сейчас что получается у меня сейчас вот такая сумма да там новая буковка 4 соответственно я для того чтобы получить новую сумму должен что сделать из старой хэш суммы вычесть удаляемую букву ее номер и прибавить номер добавляемой буквы знак равенства плох знак равенства плохо стоит еще равно очень плохо написано а прошу прощения да равно очень плохо написано новая хэш-рукция х равно 8 минус 4 минус 1 плюс 4 очень неудачно равно то есть новая хэш-рукция равна старой замышленной предыдущей буквы и плюс понятно вот теперь действительно написано правильно так есть еще одна хэш-сумма которая тоже хороша ну во-первых сумма обычная хороша а второе это ксор то есть ксор битовая исключающая или оно может быть осуществлено для всех букв когда мы делаем ксор той буквы которую мы удаляем номер ее допустим да или ее хэша как вариант да то мы что получим мы получим этот мы получим собственно удаление этой буквы как будто мы ее не добавляем то есть когда мы накладываем ксор на что как маску на что-то ксор накладываем то наложение ее второй раз собственно возвращает к сходу это к вопросу о кодировании и декодировании потому что ксор по сути является одним из вариантов кодирования двоичных данных про это то что я постараюсь успеть сказать так ну что же давайте с вами пропишем алгоритм Рабина Харпа итак в этом случае я должен для начала прописать хэшфуд для начала прописать хэшфуд давайте пропишу ее удачно она маленькая будет давайте я здесь же пропишу ее под всеми этими слависами ну и туда будет итак def def hash my hash my hash значит как я буду поступать дело в том что мне нужно будет не то что каждый раз функцию дергать а мне нужно будет уметь ее перевычислять то есть я сделаю сейчас ее в чистом виде который просто считает ее для строки да чтобы было понятно суть и мне нужна будет малюсенькая функция которая позволяет обновлять когда у меня добавляющийся символ и исчезающий символ понятно то есть когда к хэшу этому происходит малые изменения поэтому функции будет две итак первое я пробегаю набираем собственно эту сумму давайте назовем это буквами с буквой а буквой с не получится символ давайте буквой аж изначально я аж кладу ноль дальше я бегу по всем символам строки for чат и с и ну давайте что будем делать я думаю давайте сейчас для простоты будем делать сложение будем делать сложение но чтобы номера букв у меня отличались существенно я буду не номера букв а хэши букв буду суммировать хорошо даст мне дополнительное перепутывание чтобы случайно рядом оказавшиеся буквы не портили мне хэш да потому что я там добавил одну удалил одну и если это на плюс-минус единичках то легко буквы хэши будут совпадать поэтому я буду эту хэ я буду суммировать плюс равно хэш от чара ну и в конце вернуть собственно h и так вот она суть моя хэш функция которую я выбрал и давайте сделаем к ней вот эту малюсенькую подфункцию которая осуществляет обновление я ее как бы перехреширование назову да май рехэш вот так ее назову май рехэш рехэш что она будет принимать она будет принимать старый хэш она будет принимать новый символ new и она будет принимать старый символ old пояснение устное я не буду писать документ строку и так что она возвращает она возвращает сразу я делаю return ну или давайте нет не будем сразу х равно старой хэш сумме за вычетом хэша старого символа и с прибавлением хэша нового символа я надеюсь что использование стандартной хэш функции при написании моей оно не сильно отяготило вас можно было бы вместо хэша символа написать орд то есть просто его номер кода в кодовой таблице но чуть-чуть это ухудшит сам хэш так ну и return h ну теперь мы готовы писать алгоритм рамбинокарпа и так что мы делаем def find рамбинка не знаю как пишется по-английски наверняка я неправильно пишу значит что я пишу s и сам что мы делаем ну то же самое вот как там написано поиск по строке в строке то что был наивный поиск похоже очень но да и даже документ строка минус 1 если нет минус 1 если нет да или позиция если есть итак поехали а да стоп не торопимся мыслитель должен вначале подумать про подстроку я запоминаю хэш подстроки я назову его хэ сабу хэ сабу что я делаю дальше равно чему майк майк сабу и мне требуется предвычислить хэш начальной строки к которому дальше в цикле я буду делать только рехэш но при этом мне надо сделать так чтобы когда я буду сдвигаться количество перевычислений этого рехэш да оно не вышло за пределы можно как бы сделать так что первая генерация на которой я буду сравнивать вот я сдвинул позицию я сдвинул позицию у меня старое значение хэш функции рехэш сравниваю рехэш должен быть по идее первой динструкции в цикле поэтому вопрос а когда я только начал сейчас у меня чему должен быть равен хэш ну можно подгадать очень просто это хэш вот этой подстроки да собственно за с учетом того что рехэш с ним сделает что он сделает он вычтет хэш какой-то буквы и добавит хэш вот последней буквы да которая добавляется соответственно что я сделаю я сделаю просто хэш вот этой подстроки потому что зная то что происходит что у меня там плюс минус то есть он из нее а прошу прощения нет так не получится что он сделает у меня вычтет как старую букву а там проблемка будет потому что он будет пытаться вот эту букву минус первую выкинуть не очень хорошо придется на одну итерацию меньше сделать то есть первую либо первую либо последнюю итерацию обработать просто отдельно ну давайте первую обработаем отдельно для начала обработаем так мы пишем хэш я буду просто аш писать текущий подстрати значит это что это единственное что мне придется сделать здесь делаю срез my хэш s срез начиная от нуля о len sub ну и дальше я для начала первую итерацию как я уже сказал я просто сравниваю если у меня h sub подстраку h равно h sub h равен h подстраки в этом случае я что делаю я должен проверить на самом а на самом деле как да если у меня чек от чего от подстраки подстрака в строке с позиции ноль в этом случае return ноль ну заодно мы на этой первой итерации обыграли вообще суть происходящего а теперь поехали уже циклически двигаться итак в смысле а почему там sub и s s строка а почему поменял я так договорился еще там функция чек в ней другой порядок sub и s наоборот не знаю может быть findSubString хотя бы надо поменять или в чек поменять но тогда поз будет торчать непонятно как тогда s поз sub ну пусть будет как есть порядок я везде его прописываю так что пусть будет так итак что мы делаем дальше поехали здесь опускаем цикл for 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 для позиции в диапазоне в данном случае я нулевую позицию уже проверил и начинаю с позиции первой добегаю до там все точно так же это что len s минус len sub плюс один сейчас я подумаю да правильно так и перед тем как я буду осуществлять сверху хэшей мне нужно хэш обновить при этом засунуть ему новый символ и старый символ так я говорю х равно мой хэш мой хэш кого я ему даю старый хэш я ему даю новый символ новый символ находится в строке s в какой позиции это позиция поз плюс лен от подстроки за вычетами единички потому что начало отчитывается от поз и если плюс лен то это символ за этого минус один и старый символ который удаляется это символ находится в строке s позиции поз минус один ну собственно я потому-то нулевую прогнал у меня поз минус первая разно другому как раз нулевой символ удаляется на первой итерации из хэша все хэш перевычислен причем хотя тут это оформлено как вызов функции но это скорее логически это реально не нужно можно было бы ну вот без ретерна без вызова функции это реализовать но ради понятности я это прописываю чтобы это было обозвано в ходе да я бы если подносить я взял онлайн функции условно так значит что дальше и дальше делаем то же самое да то есть если я если хэш совпал с хэш под строки который я вычислил давным-давно в этом случае мы что торжественно проверяем уже по буковкам да if check sub запятая с позиции поза в этом случае return true ой true прошу прощения поза мы договорились позицию возвращаем и если я достиг в конечном счете то я делаю return минус 1 чтобы сигнализировать что подстрока не найдет по сути алгоритм равен и карпа является усовершенствованным наивным поиском подстроки в строке но асимптотика его намного выше намного выше потому что по сути по сути реально вот этот чек происходит именно на совпадении если у нас если строка и подстрока не выбраны специальным образом чтобы нам ломать алгоритм в худшем случае можно подгадать чтобы в худшем случае в самом он у нас работал со скоростью наивного поиска у от м умножить на м но средняя асимптотика в среднем она очень высокая это по сути о от м м плюс м потому что вычисление перехеширования оно занимает от единицы значит у нас вот этот цикл да осуществляется эта операция за о от м она делает только там один раз сложно когда нашли да ну плюс один раз на собственно изначальное хеширование м раз то есть получается о от м плюс м вот это намного эффективнее чем о от м умножить на м но это средняя там какие-то буковки по-другому это обозначается вот если заниматься асимптотикой чуть подробнее вот это средняя асимптотика а не наихудшую асимптотику так что я вам еще должен успеть рассказать это только понятие ввиду и на этом придется ограничиться это такая штука как бор 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 деревья не поиска вообще используется много где существует префиксное и суффиксное дерево ну и частый его случай бор который может использовать для поиска подстроки в строке давайте для начала сейчас как раз я в принципе введу понятие префиксного дерева при кодировании давайте сейчас двоичными последовательствами закодируем несколько символов вот как будто мы с вами изобретаем кодировку текста так как мы будем кодировать букв кем а в в в ну давайте д еще у нас будет в алфавите больше букв нет нужно последовательность вот таких букв как-то кодировать минимальными двоичными последовательствами как нам это придумать ну давайте сделаем так в школе такое задание под егэ по информатике никогда не делали ооо кто-то делал ну смотрите очевидно что двух бит одного бита точно не хватит двух бит не хватит ну надо бы три бита по-хорошему да ну как можно ну давайте вот 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 а теперь давайте я сразу нарисую префиксное дерево префиксное дерево а именно я буду считать что сообщение вот как бы как сказать код буду короче говоря рисовать сверху а и на на ребра я буду писать буквы не буквы не прошу прощения а вот эти вот циферки так вот нолики и лединочки итак если у меня ноль то это вот подмножство вот этих букв дальше если у меня ноль вторая циферка то это очевидно либо а либо б если у меня ноль то это очевидно а а если один то это очевидно б вот у меня возникла ветвь префиксного дерева если у меня ноль а потом один то это либо в либо г да при этом у меня дальше если у меня ноль то это в если один то это г да и у меня что буковка д находится один да ну я сейчас специально сделаю один ноль чтобы это было чуть-чуть похоже на двоичное дерево поиска это не относится к двоичному дереву поиска оно может быть неупорядочек здесь самое главное что эти вот символы которыми кодируются буквы они как веса висят на этих ребрах это у меня буква давайте сделаем двоич очевидно что букву д ни с чем не перепутаешь правда ну ни с чем не перепутаешь сократим ее код вот это кодирование в котором у меня ну как бы если говорить на префикс на дереве высота каждой буквы ну или кавыч говоря количество бит для ее кодирования одинаково да это равномерное кодирование называется какой есть вариант сделать неравномерное кодирование а именно давайте сейчас попробуем поднимем для буквы д ее код вот сюда я сразу вначале нарисую на префикс на дереве а потом уже запишу коды да очевидно как у меня получается что для буквы д я все остальные не переписываю для нее код получается просто один при этом у меня выполняется условие фанол это префикс ни один код не является началом другого ни один код не является началом другого понятно и это условие дает мне однозначность декодирования любой последовательность которую я буду брать да вот я сейчас запишу какую-нибудь 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 начинаем декодировать 1 очевидно d ну потому что с единиц больше никто не начинается 1 очевидно d 0 1 ага так дальше это пока ничего еще да мы прям просто спускаем пока мы не дойдем до буквы мы спускаемся под префикс на дерево да 0 1 еще непонятно 1 о понятно это буква g 0 1 0 это буква v 0 1 1 g 0 1 0 0 1 1 v что-то у меня все подряд идет и идет что есть что получилось что написал сгенерировалась у меня такая понятно это называется неравномерное кодирование когда коды символов разные я к сожалению в начале успел только произнести про условия фоно ввести префикс на дерево а ведь можно еще построить суффикс на дерево для той же системы кодирования а самое главное что я пока что ввел вам в принципе понятие префикс на суффикс на деревья но я не ввел вам пока что бор и суффикс на бор придется это сделать в следующий раз до встречи в следующем видео спасибо